1 октября во всем мире отмечают день пожилого человека. А в Барнауле уделять особое внимание бабушкам и дедушкам будут целый месяц. Какую помощь им окажут и какие мероприятия запланированы в рамках месячника пожилого человека. Об этом поговорим с председателем комитета по социальной поддержке населения города Барнаула Марии Тибекиной. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну прежде расскажите, сколько у нас в Барнауле людей, которые могут назвать вот этот праздник день пожилого человека своим? У нас в городе Барнауле на сегодняшний день проживает почти 167 тысяч граждан пожилого возраста. И практически каждый из них получает у нас какие-либо меры социальной поддержки. В этот день вот главная задача нас всех с вами выразить уважение свое гражданам старшего поколения, провести для них много мероприятий, показать им, что они не забыты, не заброшены. Ну и просто даже по-соседски кому-то просто помочь сделать такое доброе дело. Ведь они зачастую стесняются попросить помощи. Ну вот казалось бы, делать добрые дела нужно не только сегодня, завтра, послезавтра, а всегда, но тем не менее. Я знаю, что в Барнауле определенная работа ведется. Сейчас она несколько усилена. Так давайте поговорим о тех мероприятиях, которые, в общем-то, ждут людей пожилого возраста. В городе Барнауле всего проводится более, в городском плане у нас более 225 мероприятий, направленных именно для этой категории граждан. Кроме досуговых мероприятий, это концертные программы, это выставки, это экскурсии различные, это литературные встречи в библиотеках города. Естественно, и проводятся акции помощи для именно этих граждан. В рамках проекта «Российские дни школьников» проводятся мероприятия в муниципальных образованиях города Барнаула. Также юридический институт наш проводит точно такие же волонтерские акции для граждан. Комплексный центр наш города Барнаула уже традиционно оказывает не только какие-то психологические, юридические услуги, но еще и натуральную помощь оказывает в виде продуктов, кому это требуется. И на сегодняшний день в комплексном центре очень сильно развито серебряное волонтерство, где, например, граждане тоже пенсионного возраста, но которые активные, энергичные, могут хорошо двигаться, у них организовано и проводится постоянно, не только в рамках Дня пожилого человека, проводится акция «Соседская помощь». Они видят, что кому-то очень тяжело, что кому-то там нужно управиться к подготовке к зиме, вот как на сегодняшний день актуально. Они собираются и помогают. И, кроме того, мы объявили традиционно, уже пятый год подряд, комитет по соцподдержке объявил конкурс волонтерских отрядов «Прояви заботу». На сегодняшний день у нас подано 20 заявок, каждый волонтерский отряд у нас создана социальная группа, каждый волонтерский отряд зарегистрирован, и они оказывают помощь тем гражданам, которые дозвонились до нас, о которых нам рассказали соседи, которые позвонили в управление соцзащиты или в другие какие-либо организации и просят какой-то социальной поддержки. Волонтерские отряды, к счастью, у нас прекрасные ребята, они даже не в рамках акции работают постоянно, я вам скажу. И в летом точно так же кому-то нужна помощь, но летом она как-то помощь нужна меньше, чем, например, зимой, когда снегопад, и нужно частный дом откопать, вывести снег, кому-то нужно подготовиться сейчас к зиме, помыть окна, побелить. Ребята это все делают, принести продукты. Вот вы сказали конкурс волонтерских отрядов, а конкурс-то в чем? Кто больше бабушек через дорогу не ведет? Вот смотрите, конкурс, в чем у нас заключается конкурс. Мы бросаем заявку отрядам. Во-первых, кто первый возьмет эту заявку, первый кто-то взял из отрядов эту заявку, они заявку исполнили и присылают фотоотчет. Фотоотчет прислали. Также жители, которым они оказывают эту помощь, они высказывают свои благодарности. На сегодняшний день, я вам скажу, даже есть такая практика, когда бабушки уже привыкли работать вот с этими ребятами, с волонтерами, они обменялись телефонами, и ребята уже на постоянной основе ходят к ним помогать, уже без нашего участия. А ребята, это кто эти люди? Ребята, это студенты. В основном студенты, да? В основном студенты. А может ли обычный житель Барнаула, уже не учащийся стать волонтером? Конечно, конечно, здесь проблем никаких нет. Мы размещаем на официальном сайте города Барнаула условия конкурса, положение конкурса, и принимаем заявочки. Много у нас волонтеров? Справляются ли они с тем количеством бабушек, дедушек, которым нужна помощь? Да, на сегодняшний день справляются. У нас примерно в месяц проходит 150 вот таких заявок. Примерно. Да, это вот только в рамках нашего конкурса «Прояви заботу». О других я уже сказала. Вот давайте сейчас как раз, если вдруг кто-то из людей пожилого возраста нас сейчас слушает, и вдруг пожелает принять участие и захочет, чтобы ему помогли, как это сделать? Куда позвонить может бабушка? У нее дома телефон и больше ничего. 371 780. Это один телефон в комитете по социальной поддержке населения. Но есть еще много телефонов. Если вдруг не дозвонились, мы принимаем по любому телефону. Можно позвонить в комитет по работе с молодежью. Можно позвонить в управление соцзащиты. Можно позвонить в комплексный центр. То есть заявки у нас сливаются все в одно место. Несмотря на то, до какого учреждения человек дозвонился. Как правило, что хотят люди? Как правило, очень много заявок таких, когда хотят принести просто продукты. Купить продукты в магазине и принести эти продукты. Очень много заявок на сегодняшний день. Вот осенью помыть окна. Это тоже тяжело, да, гражданам пожилого возраста. Есть заявки побелить, сделать генеральную уборку в квартире. Ну, зимой, как я уже сказала, это актуально снег. Бабушки и дедушки не злоупотребляют вот этой помощью? А то мы знаем этих людей. Они, может быть, скажут, ну, кого-то теперь сегодня пол помоя, завтра приди окна. Нет, отнюдь. Ведь, знаете, мы еще обговариваем, прежде, когда к нам поступает заявка от гражданина, мы обговариваем, что могут делать наши волонтеры, что не могут. Были, конечно, заявки, что вывезти картофель, например, с огорода в погреб. Нет. Для этого существуют грузчики. Здесь ребята, ребят мы не направляем. Ну, мы с вами знаем, что у нас в Барнауле достаточно людей пожилого возраста, которые, ну, одинокие или брошенные, или пусть не брошенные, но как бы вот в пансионате живут по разным причинам. Им как быть в этом случае? Им тоже помощь достанется? В пансионате, в котором люди живут, граждане, они на полном государственном обеспечении. Ну, им, может быть, просто пообщаться хочется, это же тоже поддержка. Да, в рамках месячника пожилых людей к ним точно так же приходят волонтеры, приходят с досуговыми мероприятиями, ансамбли волонтеров серебряного возраста выступают перед ними. Но надо понимать, что на сегодняшний день в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора проводить массовые мероприятия запрещено, поэтому стараемся проводить мероприятия небольшими группами лиц, небольшими группами лиц. И, естественно, желательно, чтобы были провакцинированы, либо с ПЦР-тестом. Но, Коль, мы о здоровье заговорили, какая-то особенная медицинская поддержка в этом случае будет? Диспансеризация дополнительная? Да, конечно. В это время и консультации, и диспансеризация Министерством здравоохранения проводятся в более углубленном режиме. Кроме того, у нас в городе Барнауле существует пять мобильных бригад. И они выезжают не только, когда мы получаем сигнал от соседей, либо просто кто-то увидел, что пожилому человеку стало как-то не по себе, или его куда-то нужно определить. Видим, что человек попал в беду. Нам звонят, мы звоним в комплексный центр, они собирают мобильную бригаду, выезжают для выяснения обстоятельств полных, полных обстоятельств, что человеку, чем мы можем помочь человеку в трудную минуту. И также на сегодняшний день популярно врачами, терапевтами участковыми обслуживания на дому. То есть приходят на дом, обследуют граждан пожилого возраста, ну, в зависимости от их состояния. Ну, вот уже оговорились, что массовые мероприятия действительно, ну, как бы немножко ограничены. И тем не менее, читала, по-моему, в программе мероприятий будут и экскурсии по городу, да? Экскурсии, традиционные, да. Традиционные мероприятия у нас в рамках «Город трудовой доблести» будет проводиться экскурсия. Сегодня мы как раз проводили круглый стол с председателями наших ветеранских общественных организаций города Барнаула. И они предложили это мероприятие о городе. Очень полезно и интересно знать всегда. Тем более на сегодняшний день у нас такие экскурсоводы замечательные. Они столько много рассказывают о нашем родном, любимом городе, что это интересно всем. И поэтому Комитет по социальной поддержке организует, но также организует малыми группами. Также малыми группами мы проводим экскурсии. Вот мне как журналисту всегда любопытно и приятно наблюдать, когда бабушки и дедушки соревнуются в каких-то спортивных соревнованиях, да? И они при чем с таким азартом это всегда делают? И когда у них собраны команды, там и кричалки и так далее. И спрашиваешь, а почему вот вы способны присесть столько тарасок, потому что я готовился. И это же так важно. Они живут этим, будут спортивные мероприятия. Вы знаете, у нас спортивные мероприятия в городе Барнаула для граждан старшего возраста проводятся постоянно. У нас очень много спортсменов, которые этим занимаются, которые участвуют практически ежемесячно в каких-либо соревнованиях. Так у нас и проводятся зимние спартакиады для союза пенсионеров, для членов союза пенсионеров. Летом мы, ну, с ограничениями, естественно, тоже, но проводили летнюю спартакиаду нашу городскую. И самых лучших победителей мы направили на краевую спартакиаду. И где команда из 20 человек заняла первое место в нашей Барнауле. Поэтому мы на уровне администрации их поздравили и вручили им ценные подарки, поблагодарили. И они постоянно участвуют в спортивных мероприятиях. И также запланированы спортивные мероприятия и в этот месяц. Различного плана. И наши спортивные клубы, частные клубы предоставляют время, дни для бесплатных тренировок даже для этих граждан. Ну вот мне кажется, что вот у нас люди пожилого возраста, к концу эфир подходят, к сожалению, делятся на две категории. Те, кто вот бодрый и весел, несмотря ни на что, и тот, кто жалуется, что ему все не помогают, все вокруг не любят и все такие сякие. Так вот хочется, чтобы тех, кто бодрый и весел, становилось больше, чтобы они перетянули вот этих на свою сторону. Вот в этом направлении, я так полагаю, что вы работаете. Конечно, в этом направлении мы работаем. На сегодняшний день мы взаимодействуем с различными общественными организациями и стараемся делать работу сообща вместе со всеми, чтобы в общественных организациях как можно больше было наших пенсионеров, так скажем, граждан старшего возраста. Ну а те, которые одинокие на самом деле, за ними есть такая государственная слуга, как социальный работник на дому. На сегодняшний день у нас в городе Барнауле находится на социальном обслуживании 372 человека. То есть эти граждане тоже не забыты, за ними осуществляется уход, помощь в приготовлении пищи также. То есть это уже на постоянной основе. Ну, будем надеяться, что вот месячникам пожилого человека все вот эти вот перечисленные вами мероприятия не закончатся, не ограничатся. И мы будем в таком же вот ритме также шагать вперед с нашими бабушками и дедушками. Конечно, это не закончится. Я хочу сказать, что еще и мы, кроме спорта, кроме медицины, да, кроме помощи социальной, еще и выявляем лучшие таланты среди граждан пожилого возраста. Так, 11 октября у нас будет проходить городской фестиваль творчества серебряного возраста. Но в положении мы, конечно, указали, что имеют право участвовать артисты только либо вакцинированные, либо с тестом ПЦР. Ну, чтобы уберечь, да, чтобы уберечься. Спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию. Спасибо за внимание. А я напомню, что сегодня у нас в гостях была Мария Тибекина, председатель Комитета по социальной поддержке населения города Барнаула.